МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Уральском музыкальном колледже, в общем-то, Эдита будет выступать. Давайте расскажем нашим телезрителям, что же это за проект такой Звуки Мира, Ян. Звуки Мира – это первый международный проект Всемирного центра композитора. Идея создания принадлежит нашему несравненному председателю Союза композиторов Александру Александру Чупантыкину. Он всегда, да. Он всегда, везде и всюду. Московский центр польской музыки, вы видите, что Эдита является представителем этого центра, поддержали нас. И вот теперь Звуки Мира – это первый шаг на пути, большого пути. Главное отличие этого проекта – это то, что мы будем исполнять музыку композиторов 21 века. То есть современных композиторов? Абсолютно современных композиторов. Ну, хотя что такое современная музыка, это трудно сказать однозначно. Это 20-й век, 21-й век. Живущие композиторы, неживущие. Я вам хочу сказать больше даже, что может музыка быть несовременна даже в настоящее время. То есть не актуальна, несовременна. Современная музыка – это которая откликается в наших сердцах, которую хочется слушать и которая делает нас немного другим, желательно в лучшую сторону. Ну, слушайте, ну, в такой ситуации эти классические композиторы, и те, которые уже давно не живут с нами, их музыка тоже, бывает, часто цепляет. А в чем отличие современных композиторов инструментальной музыки от, может быть, классиков такой музыки? Вы абсолютно правы. И те люди, композиторы, которые жили и 100 лет назад, и 200, и 300, они могут быть ультрасовременные. В чем отличие? Отличие эпох. В общем-то, были разные эпохи, разные ощущения эпох. Были люди, хотя, говорят, люди были всегда одинаковые, но какие-то отличия были. Были, ну, та же технология, да, не было когда-то машин, не было огромных зданий, жили в других условиях люди, вели другое хозяйство, другой образ жизни. Это все отражалось на музыке. Эдита, можно я все-таки с вами поговорю? Эдита, каких вы все-таки предпочитаете авторов? Вы любите Моцарта, Бетховена, вы играете шнитки или все-таки современных композиторов? На самом деле я люблю всех хороших композиторов. Не всех эпох. Мне просто на флейте очень интересно играть современную музыку, потому что здесь можно намного больше показать, чем, например, в эпохе Моцарта. Моцарт, например, не любил флейты. Хотя бы написал прекрасный концерт флейтовый, но действительно в этой просто эпохе флейта не могла себе так проявить, как может сейчас. Благодаря современной технике извлечения звука просто расширился диапазон и спектр возможностей, что мне очень-очень нравится. Интересный нюанс. Но я как человек без музыкального образования, вы говорите, новые современные способы извлечения звука. А в чем разница? Что это за современные способы извлечения звука? На самом деле вы правы, что она не современная, потому что и дыхание, и воздух, как ей может быть современной? Это все было всегда. Она современная в смысле таким, что раньше они не применялись к игре на флейте. Что, например, интересно, что на скрипке пицциката-то было уже очень давно, а на флейте она появилась только сейчас. Как-то я очень рада, что дискриминация флейта окончилась. О, дискриминация про флейту. Флейт один из древнейших инструментов. Дорогие друзья, еще, пожалуй, с древней Греции мы знаем, что флейта – это один из основных инструментов. Но сейчас появляются новые инструменты. Я вот вижу, какой-то совершенно необычный инструмент лежит перед вами. Что, вот кроме классической флейты, что это за флейта? Это, дорогие, это басовая флейта. Я очень горжусь ней, потому что она создает низкие звуки. Знаете, все флейтисты страдают этим, что немножко им обидно, что только все пи-пи-пи высоко все играется, да? А здесь, наконец-то, можно просто создавать… Она еще не проснулась утром, простите. Нет, ну красиво как. Она такая шумящая. Еще одно насчет современных техник. Замечательный анекдот, не анекдот, а история, которую я слышала на одном из мастер-классов. Американский преподаватель, любитель всех флейт, говорил, что купил себе флейту, этническую флейту, индийскую, индийскую. И специально нашел шамана, поехал в горы, чтобы он ему показал, как на этой флейте играть. Но, конечно, сам не сдержался и уже немножко на ней поиграл. И играет этому шаману. А говорит, ты вообще ничего не понимаешь, потому что он пытался создавать чистый звук классический. Не понимаешь, флейта – это ветер. Здесь должен быть как раз шум. Совершенно это не понятно. Очень интересно. Эдита, мы знаем, что вы, да, вообще мультиинструменталистка. То есть вы играете на разных инструментах. На чем еще вы владеете? На самом деле мультиинструментализм подразумевает в себе это, что я играю на многих флейтах. Это пикола флейта, флейта, альтовая флейта, на индийской наверняка можете. Могу, конечно. И басовая. Но кроме этого, надо сказать, что, например, в личных перформансах, в которых принимаю участие, я играла на всем. Один из самых лучших инструментов это, например, скотч. Вы не представляете, что можно играть на скотче. Разжимая его и нажимая, он меняет звуковысотность. И действительно, можно очень много проявить интересных звуков. Я так и вижу, что сейчас ученики музыкальной школы не отрываясь смотрят наш эфир, потому что тоже не понимают, о чем речь. Какие музыкальные инструменты вы перечисляете. Я знаю, что в рамках международного проекта «Звуки музыки» у вас мастер-классы проходят. Расскажите, что на них вы делаете, чему вы учите людей, которые приходят к вам на такие мастер-классы? Я как раз учу этому, что с флейты можно создавать намного больше, чем всем кажется. И это не опасно для техники классической. Наоборот, это развивается. И для здоровья это не опасно. Все просто боятся, что вдруг что-то другое нетипично. Это вообще просто... Как это будет? Потом я не смогу играть нормально на училии. Это не правда. Это наоборот. Вот это все только развивает и воображение, голова развивается, что самое главное. Давайте от слов к делу давайте перейдем. Дорогие друзья, сегодня Эдита приготовила для нас новую современную пьесу, которую она исполнит для всех телезрителей. Эдита, просим вас. Дорогие друзья, Эдита, просим вас. Эдита, просим вас. Браво, Эдита, браво. Большое спасибо. Сегодня у нас в гостях участница международного проекта «Звуки мира» флейтистка Эдита Фил и художественный руководитель оркестра «Хармония Целесис» Яна Аненкова. Напомним, что концерт состоится уже завтра, 19 марта, в Уральском музыкальном колледже. Вход совершенно свободный. Начало в 19.00. Ну а наша программа продолжит... Наша программа продолжит события.